Доктор Двейс 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 Также она обретает несколько способностей, которые отличают ее от калористической бабочек. К примеру, то, что она здесь не умеет летать. Но взамен я даю ей то сказать феромоны, которые по-разному действуют на разных людей и по-разному могут вызывать любые эмоции, которые она захочет. Главное ей рассчитать дозировку, с чем пока месть у нее не совсем выходит. Также костюм временно может ее омолаживать. Но только пока она его носит, сразу же когда она его занимает или как-то неактивно использует, она будет возвращаться в свой стандартный возраст. Так что вечной молодости мы здесь не увидим. Кроме того, так как костюм является частицей когти, над которой экспериментировали галактисты, то он постепенно вспомнит, кем является на самом деле. Что приведет к не к самым лучшим последствиям и, так сказать, смерти данной героини. Где-то через 30 лет после ее появления к супергероине в 1971. Так что вы понимаете, у этой героини ничего хорошего по концу не будет. Следующий у нас персонаж это Леди Тигр. По канону это, так сказать, мелкая-мелкая преступница, которая по сути ничего особого не имеет, кроме того, что она умеет повыливать тиграми. Я же переработал ее историю. И персонаж, которого по факту я создал, уже совсем отличается от канона. Во-первых, это дочка оригинальной Леди Тигр и ее любовника, которого называли Пулемет. Или как-то так. И по моей версии, что оригинальная Тигр, что вот так, которую я создал, будут, так сказать, проводниками духов, животных и прочего. Из-за чего у них будет честная связь с природой, и они будут ее слышать и помогать им. Но есть некоторые запреты, которые, мягко говоря, ограничивают их жизнь. Да, они имеют больше способностей, сил, связей, так сказать, жизненного потенциала. Кроме того, долголетие и прочее. Но есть запреты, по типу нельзя любить, нельзя убивать не ради выживания и прочее. Так что, то есть, стандарты, так сказать, законы природы, типа, которые ограничивают, так сказать, их аватара. Оригинальная Леди Тигр, по моей версии, эти законы нарушила, влюбившись в того же самого убийцу пулемета. И сравнившись же с тем самым с персонажем Чемной Совой, или как-то так. Это приведет к тому, что, так сказать, духи природы накажут уже ее дочку, поводу, лишив ту какого-либо, так сказать, сознания. Да, у нее будет разум, она сможет говорить и прочее. Но, постепенно, у нее будет, так сказать, пробуждаться вместо сознания обычного ребенка, сознание десятков, если не сотни прошлых аватаров, которые будут, так сказать, скооперированы в одном теле. И, да, они будут постепенно вместе формировать новую личность. Но, так сказать, чтобы это была личность по факту какого-то нового ребенка или нового человека, нет, это будет скомпонованная личность из многих старых. Айра. Ваканон, это персонаж, который пережил крушение корабля на доисторической планете, точнее, на планете, где жизнь еще не сорвалась до уровня его сверхпродвинутой расы, а было, так сказать, на каменном веке. Здесь я слегка все поменяю. Да, планета, на которой он разбьется, тоже будет, так сказать, не сильно продвинутой. Но я слегка поменяю дальнейшую задумку. Так как, выживая годами на этой планете, ставят, так сказать, чуть ли не божеством для многих жителей данного мира, они предложат ему стать по-настоящему, так сказать, богом. И они найдут специальную машину, точнее, то, что они называют аппаратом божества. На самом деле, это остатки старой цивилизации, принадлежащей одной из когда-то развитых колоний Земли, которая из-за войн на ней приводит к такому результату. Айра начинает все это понимать и изучать. И он все же проводит эксперимент, когда на планету высаживаются роботы. Оказывается, что Айра поставил здесь не год и не два в стазисной капсуле, а несколько тысячелетий, что приводит к тому, что на момент этого на других колониях начали полное уничтожение любой органической жизни, более продвинутой механической. И из-за этого на эту планету начинают высаживаться новые, так сказать, механические правители Вселенной. Мы об этом усыгнали в одном из первых роликов. Но здесь они пока не развили в себе более-менее человечность. Да, что-то на них такое просматривается, но пока не тот уровень, который будет в будущем. И Айра будет, так сказать, противником против них. И, к сожалению, он не сможет практически ничего сделать. Да, он спасет небольшую группу выживших подземных, так сказать, катакомбах, бункерах, которые остаются от более продвинутой цивилизации, жившей тут. Но сам в попытке спасать он попадет в ситуации своего арта. То есть это взрыв, который должен защищать территорию от биологической жизни, которая может представлять угрозу. Во время этого Айра из-за изменений машины способствует пережить это. Но при этом он стоит, так сказать, изгоем среди биологической жизни, так как САП будет изучать опасный уровень радиации и прочего, что и сделает из него одного из главных врагов машин в этой временной лиге. Следующий герой у нас Красная Маска. И по моей версии она герой еще старых времен, а ну вестернов, так сказать. И будет, так сказать, одной из первых женщин Герой День, по моей версии. И здесь получится так, что она, хоть и обычный герой, который, так сказать, не представляет каких-то сверх сил, пересечется с демоническими, так сказать, проблемами. А именно из моей версии СОБАКА. Да-да-да, это тот самый враг из фильма Чёрный Адом. Но он находится в общественном достоянии. И однажды меня попросили сделать арт так, что я сделал. Вот кто это сделал, я выведу на экран и оставлю ссылку в описании. И, короче, здесь, по моей версии, Корона СОБАКА это не какой-то такой артефакт, который может прям передать в кого-то силу демона, если кто-то умирает. Это не совсем так. Это совокупность артефактов. Да, вместе они работают полноценно, как та самая Корона СОБАКА. Перевращая человека в это существо, которое я изобразил. Так сказать, стирая любые грани с человеком. Но по отдельности данные артефакты вызывают лишь, ну, так сказать, частичные трансформации и получение большой силы в виде, так сказать, способности смертных грехов. И как раз с одним из таких она и пересечётся, что приведёт к тому, что она попытается уничтожить всё это после того, как всех её союзников, семью и прочих уничтожит, так сказать, последователей этого смертного греха. По итогу же вся её надежда будет на то, что она взорвала это и забрала, так сказать, с собой данный артефакт в ад. Но, так сказать, он успевает всё это пережить. Да, владельца уже нет, но через много лет появится настоящий собак. Точнее, владелец всех, так сказать, этих артефактов, трансформирующихся в это существо. Профессор Яд. Мы об нём уже заикались в ролике об данном персонаже. Но, что я теперь могу рассказать? Данный персонаж не является мутантом или кем-то в этом роде. Он просто умный человек, который понял, что людям нужны суперсилы, а если ты можешь их продавать, то ты нужен людям. И используя, так сказать, наработки, которые его отец мог, так сказать, старотип из лаборатории, создающей сыворотку для Вимена, а также из остатков когти, которые, так или иначе, были раскиданы практически по всей Земле, по факту дает возможность практически каждому найти и использовать его клетки. Но сейчас немножко не об этом. Он использует оба фактора, то есть стабильную сыворотку, которая вызывает только эффект прибавления физических навыков и стабильность, и клетки-когти, которые умеют менять организм прям до молекулярного уровня иногда, ну, смотря как повезёт. Так что, совместив эти, так сказать, факторы, он более-менее создал сыворотку, которая работает по принципу дания способностей. Что мы увидим в дальнейшем на примере панк-рок девушки и других персонажей, которые получили из-за этого способность. Да, временно, но и сама сыворотка Вимена, по моей версии, была временной. Так что всё как минимум логично. Сам же Пойсон не считает себя злодеем, он просто считает себя бизнесменом, и спокойно ведёт отношения, в которых он весьма счастлив. Но они быстро кончатся, когда его девушка, которая кажется супергероиней, размажет его лицо, так сказать, по стенке. Не убьёт, но будет больно. Кит Ктууху. Данный персонаж, персонаж общественного достояния, он был придуман специально для этого всего. Но по моей идее, то есть, по кануну, это такой же парень, который работал вместе и со своими родителями в культе. Ктууху, но с возрастом понимает, что это прям злой культ, и нужно как-то противостоять ему. Здесь я слегка поменяю концепцию. Культ Ктууху здесь действительно будет, так сказать, не самым лучшим. И парнишка начнёт это с возрастом понимать. И в одной из попыток сбежать оттуда, он повисится в броню, которая неизвестным образом, как попала к данному культу. Она частично собрана с живой плоти, и срастается с владельцем постепенно. Парень же этого не знает. Но когда кто-то видит, что кто-то одел их в броню, они попытаются его остановить. Сам же парень, по необъяснимым причинам, нападёт на всех, кто, так сказать, попытается его остановить. Даже его родители будут частично ранены. И броня уже начнёт, так сказать, манипулировать им. Но даст ему тому сбежать. Постепенно он начнёт всё больше и больше носить данную броню, не замечая, как Тастр расстается с ним. И как-то начинает, так сказать, стирать его воспоминания. Оставляет лишь смутные оттенки прошлого. В дальнейшем же он попытается всё снять, но он поймёт, что большая часть его внутренностей, за то время, пока он носил броню, а это несколько месяцев, и доснимал именно на неё, потому что она, так сказать, заменяет все процедуры, которые за жизнедеятельности. Так что человек может не снимать. А то, что он хотел попросту покончить с культом, перекрывало его, так сказать, здравый смысл. Плюс броня к этому помогала. Из-за этого до момента попытки снять от него практически в костюме ничего не осталось, кроме глаз, мозга и некоторых костей с органами. Понимая это, он попытается сбежать через, так сказать, открытый портал с ухами к туху, которые хотели в очередной раз попытаться призвать своего господина. Не это я придумал, так сказать, это придумали создатели, так сказать, вселенной, точнее, этого персонажа, а я лишь подстраиваюсь. И, так сказать, мне мало верится, что подобное было бы в произведениях Лавкрафта. Как минимум с бронёй на аналог к туху, или как минимум с персонажем, который называл себя в каких-то духу. Как по мне, в Лавкрафт от этого бы только в гробу переворачивался. Но, короче, данный персонаж, по моей версии, постепенно начнёт превращаться в аналог, заменяясь, так сказать, бронёй, которая использовала его материал для этого. Сбежавший в портал под конец окажётся лишь в начале времён, и есть место для себя в месте, где его сознание постепенно исчезнет, заменив себя, так сказать, к туху. Так их создает, так сказать, странный, но канон для этой вселенной. Он не претендует ни на какую серьёзность, особенно в сравнении с, так сказать, произведениями Лавкрафта, я с ними никак равняться не могу. Это, так сказать, фанфик, который пытается хоть как-то сделать глубоким странного персонажа на основе персонажа Лавкрафта. Ну а сейчас мы быстренько пройдёмся по другим персонажам. К примеру, как 13. По сути, персонаж местечко, но по моей версии, здесь опять же будут причины всему начиска эксперимента. А точнее эксперименты с Леди Удачей. Мы об ней упоминали в нескольких прошлых роликах, где она стала духом удачи и помощником всем героям. Ну и версия она была во всех временах и всегда, из-за того, что после смерти она такой стала и стала помогать героям. То есть во всех временах. И эту, так сказать, сущность умудрились как-то поймать, из-за чего начали проводить эксперименты с полями удачи и неудачи. Под это поле попал 13-й, который получил некоторые удачные, так сказать, способности и способности забирать в людей удачу. Что, так сказать, сделали его весьма сильным и, так сказать, мощным героем на поле битвы. Кроме того, он был одним из немногих, кто смог освободить вместе с Равиковой и другими героями Второй Мировой Войны Леди Удачу, из-за чего и был, так сказать, награждён более-менее долгой жизнью. К минимуму, в сравнении с его коллегами по команде, которые помогли его освободить, а именно с Равиковой и Вименом. Ну а сам же он погиб не как герой, а погиб обычной, так сказать, хорошей смертью в старости в окружении своей семьи, где жил он весьма хорошо и, по факту, давно покончив с геройством. Саб-Зеро это первый владелец данного прозвища на страницах комиксов. По моей версии же, данный персонаж, во-первых, выглядит вот так вот и я сделал его более ледяным, как вы заметили. И, во-вторых, здесь он жертва таких же экспериментов. Да, то есть у него изначально способности пробудились без никаких экспериментов. Он изначально получил свои ледяные, так сказать, дары, но постепенно на него начали ставить эксперименты, что и превратили его, так сказать, в этого ледяного человека. Также в этой форме он встретил, так сказать, своего бывшего напарника, Эскимоса. Да-да-да, и такое в комиксах бывает. Точнее, в старых-старых комиксах вообще из-за этого сояний. Который, оказывается, помог поймать его в своё время, но сейчас жалеет об этом, и вы можете ему сбежать вместе с другой героей. А именно Амазоной, которая по комиксову, так сказать, и даже по реальному, появилась намного раньше, чем оригинальная Чудо-женщина. Она появилась уже сколько лет раньше, и была первой супергероидой Амазонкой. Так что, кто у кого спорят, им не ясно. Хотя, нет, ясно как раз. Короче, здесь, по моей версии, она также, как и по канону, является жителем из замороженного царства, где все, в случае своих, так сказать, уникальных физических навыков, сподли пережить ледяковый период в глубинах ледяковых, так сказать, айсберга, в темных там со своей цивилизацией и прочее. Здесь же я сделал всё так, что на ней также ставили эксперименты, из-за того, что у неё более-менее повышена температура и прочее для выживания в ледяковых, так сказать, условиях, то у неё получились огненные способности, из-за чего она и смогла выбраться вместе с Саб-Зиро. Я их решил объединить вместе, так как у них были весьма схожие в некоторых элементах костюмчики, но как минимум красным цветом, и я решил здесь что-то на аналогах тюремной робы, или как-то так, из-за чего всё более-менее стало на логические места. Кроме того, их по моему каналу захватили как раз где-то в те годы, когда они по канону появились, а отпустили их где-то уже в наше время, ну плюс-минус 5 или 10 лет, из-за чего их мир слегка был сломан. У Амазона из-за того, что за это время на её родном, так сказать, острове, в пучине льда и прочего, произошла революция, и её родную мать убили. Она же в гнею практически сожгла всё там из-за невинных людей, сортирующая по факту лишившиеся эмоций, из-за чего начал расправляться с преступниками в большом городе. Тоже скоро подоспела и сама Амазона, которая сошла с ума под так сказать, льдетом всех событий, которые с ними произошли за последние несколько десятилетий. Она начала сжигать противников заживо, так что эти двое стали не героями, а антигероями, хотя изначально такими не планировались. Октобрина, ещё одна Амазонка, которая ну появилась в 70-х годах, и она являлась советской Амазонкой, и по моей версии здесь слегка схожая ситуация, она родственница в моей вселенной Амазоны, и она сбежала с острова, когда-то попыталась приговорить к смертной казни. В дальнейшем она попала в случае своих тезиспособностей к выживанию и прочему к Советскому Союзу, где тот помог ей освоиться, и где тот сделает с неё по факту героиню своего народа. Рассказывая множество историй, которых даже не было, и выдая вот такую книгу всем желающим. В нашем мире это просто комикс, об данном передаче, здесь же это элемент пропаганды. Октобрина здесь счастлива, она стала героиней, она стала нужной, и постепенно она начинает мечтать не только об этом, она начинает мечтать об власти, что приводит к тому, что она, после смерти уже известного нам лидера Советского Союза с усами и курильной трубкой, пытается захватить власть, даже убивая нескольких кандидатов на это. Асталии же начинает её бояться и хотят с кое-как еще раз с ней сталкиваться, так как пока оружие, пробивающее её кожу, не было найдено, а стрелять тупо из танка как-то не хочется. Кроме того, странные уникальности её организма из-за того, что она амазонка привели к тому, что большинство ядов, которые были известны на то время на неё не действуют, так что, ну, связаться с ней опять же не хотелось и она стала так сказать новым лидером Советского Союза на целых 25 лет, за которые она вообще не изменилась, из-за чего она показалась сегодня как не лучший лидер, практически заведя в тогдашний мир Союза в кризис похуже того, что было в реальном мире. Арханислав кучу войн за этот счёт и привёл к не самым лучшим последствиям, из-за чего она сбежала с Союза, где уже более-менее в дальнейшем всё шло по классическому пути, и, когда сказать Советский Союз, её в истории больше не фигурировало, но она опять сбежала на родной остров, где её мать не была рада, потому что она вернулась, ведь её пригодили смертной козди, а теперь она ещё возвращается, но там она устраивает революцию и становится новым правителем, опять желая власти расширения своего могущества. Я сделал её злодейкой не потому, что мне не нравятся советские персонажи, просто мне хотелось, ну, не хотели ступо делать двух одинаковых персонажей, как Амазона и как хотел создать Акторберина, так как по сути они одинаковы и имеют в основе те же повадки, что и оригинальная чудо-женщина, а мне сходилось как-то их разделить. Но да ладно, переходим дальше. Брут и Тайни Это эти два персонажа опять же из далёкого будущего. Я с них слегка переделал и сделал с них опять же аналоги космических солдат. Только здесь всё происходит на момент 2050 годов. Является одним из первых героев которые вышли на космический масштаб. здесь по моей версии они являются потомками в какой-то мере доктора Яда и его Тьё. Здесь по моей версии всё случилось так. Доктор Яда является отцом Тайни и её прямым учителем и прочим. Зачем она весьма луна и хороша. Ну а уже Брут является сыном от другого мужа. Так как после того как жена сурьян, суперзлодей и прочее они хотели вытянуть с ним вместе. После чего развелась ну и прибилась слегка. Но неважно. И Брут ввиду обстоятельств и космических проблем которые развелись к тому времени превратился в это существо. Тайни пытается найти от этого лекарства но тем временем они вместе работают на помощь миру и защиту от космических угроз. К сожалению сейчас на этом изображении я изображаю то как они окружены полностью тем что на данный момент они победили не в силах а именно расы пришельцев которые представляют себе тусу тучу наноботов которые формируют разные металлические структуры так что по факту шансов на данный поединок у них нет но если вы хотите я в теории могу в каком-то ролике продолжить их историю но да ладно скажу эльфу я его решил однажды просто нарисовать потому что мне понравилась идейка вот такого строительства по моей версии она не эльф а всего лишь человек который хочет помогать людям и решившая использовать данный забавный образ для этого и использовав для этого и так же идею подарков санты и прочего ну ничего больше здесь нет так что мы переходим дальше также у нас есть вот этот мексиканский робот и создал ученый который хотел помочь миру но робот пошел против него и решил мир уничтожить здесь же все не так все пошло по тому пути что ученый сильно занят роботом хотел дать ему человечество хотел сделать его идеальную машину и для этого он использовал некоторые элементы которые принадлежали когти а именно металл который был сделан с его костей на нем все процессоры и прочее работали прям идеально они не могли даже симулировать какие-то работы мозга но постепенно данные процессоры как и костюм бабочки начиная создавать чем они являются и однажды ему везло сын данного ученого он думал что робот до сих пор его друг робот до сих пор поможет но когать уже опять проснулся и захватил ребенка поглотил этого полностью но так как ребенок выполнил создание имел свой разум данное создание перекрик качевал это тело робота и в ужасном гибриде слилось превратившись в это существо так сказать не сами приятные вырастали она пыталась захватить доктора называет его отцом пыталась догнать здесь сейчас был никого и скорее сын который хотел просто поиграть с отцом но ужасное тело робота и сознание качевая убивая все от когти слились в нем и ну вы сами понимаете что произошло дальше доктор просто погиб но погиб он не от рук робота а от сердечного приступа в попытке от него убежать дальнейшая же история данного робота так сказать неизвестна но он не погиб и живет до сих пор аж до времен когда роботы начнут становиться более продвинутыми и времен когда они станут так сказать главенствующий бост среди биологической жизни так сказать белое крыло или как-то так простите я забыл слегка его название но суть это не менять историю я его помню это нацист с крыльями но здесь я переработал все по факту здесь это так что он палший ангел который потерял большую часть своих способностей и попал на землю он попытался так сказать завербовать больше так сказать выгодных мест что он за многие годы историй и дел добрался от доженчества в Германии где он и нашел место чтобы так сказать втереться доверие к важным людям и показать им что он ангел что он правитель что он может провести их будущее некоторым так сказать известным личностям в виде австрийских художников но вы понимаете каких эта идея более-менее понравилась кроме того он чисто напоминает так сказать арийский образ ну а по почте он просил спроверачивать эксперименты которые должны кое-кого призвать он хотел встречаться с богом опять он хотел переговорить он хотел показать что он может управить что он осознал свои ошибки на самом деле это был план чтобы внести удар в спину по итогу же попытки открыть портал туда показать что он изменился обмануть и захватить власть он был уничтожен так как не осознал ничего и не был достоин перестеркнуть порог божий ну это так сказать фанфик без какого-то либо попытки кого-то оскорбить или чего-то еще здесь лишь стандарты так сказать комикс это история флюкс по канону девушка с электрическими способностями я же переработал ее дизайн кардинально если она здесь выглядит весьма скучно то здесь ну случилось все так у нее проснулись небольшие электрические способности из-за того что ее родители когда-то вживали ну тот шаринг дающий ну способности на час это пришло их дочке в виде небольших генетических аномалий небольшие электрические в виде похвачения статического электричества и создания более мощных ударов ну и получения попросту электричества постепенно родители шли избавить дочку от подобного так сказать небольшого нюанса так как сил были не еще так сказать максимальными и их можно было как-то отключить кроме того с возрастом они постепенно вырастали и родители боялись что под старостью она не сможет нормально жить по итогу эксперимент на который они ее подписали об отключении любых не кстати так как эффект пошел по обратному пути ее способности наоборот многократно усилились и она начала вырабатывать электричество и поглощать ее в слишком больших объемах для чего ей даже присобачили специальную машинку на грудь чтобы как-то это все ограничивать по сути же родители попыткой как-то ее спасти лишь загнали в так сказать ловушку собственных способностей что мягко говоря девушку расстроило кардинально из-за чего она сбежала с домом в дальнейшем она присоединится к команде героев которые помогут ей осознать свои способности и помогут более-менее их контролировать она даже сможет кое-как принять что родители хотели добра но все равно отношений добрых с ними не получится за скип здесь по моей версии ну то есть это просто парень который случайно по взаимодействию с той машиной и получил так сказать способности которые не должен был иметь здесь же у меня это солдат который участвовал в одной из очередных войн между человеческими колониями на разных планетах это привело к тому что там одна из колоний создавания так сказать на основе того же самого когни да здесь в моем мире множество вещей строится на остатках когни из комикса об сорвии голове но просто персонаж мне так сказать сильно зашел и я решил что его можно сделать в основе так как я сам подвел все под то чтобы он разлетелся по всей планете он практически по множеству рук и с ним могли практически каждый поставить эксперименты так что это опять же не ново и здесь получилось так что они создали вещество которое должно было так сказать соединяться с человеческим организмом и делать его практически таким же как сам коготь позволять им менять свою структуру менять свое тело менять себя превращаться в что угодно но создали не к сожалению лишь один образец и тот был на основе костюма бабочки который был так сказать слегка трансформирован и от прошлых воспоминаний но все же он получил свой суровый нрав и желание растерзать всех из-за чего большинство испытуемых погибали не переживая слияния нашему же солдату кое-как провезло и костюм с ним смог слиться после чего попытались его изъять и разодрать самого солдата но тот убил всех ученых и всех кто мог бы создать еще один такой так у костюма было желание быть единственным в своем роде что и в дальнейшем послушать на то что он будет охотиться на остатки когня создает так сказать безумный образ для солдата вечно веселый такого парня хотя на самом за этим скроется солдат который хочет просто жить нормально хочет прекратить превращаться в это существо но оно перекладывает контроль от ним то есть веном но более жутко и более депрессивно хотя в оригинальных комиксах все и так более жутко и более депрессивно чем показано в фильме ну а сейчас пожалуй все да у меня осталось еще несколько персонажей для того чтобы о них рассказать но я не хочу сильно затягивать ролик во-первых хотя и так его затяну во-вторых возможно выйдет еще одна часть надеюсь не так уже долго будем ждать ее как эту но да ладно на этом у нас все спасибо что с вами до конца пожалуйста ставите лайки лайки фургеней колеску подписку вам несложно мне приятно до новых встреч и мир на него вам над головой